Как это трансформировалось? У наших предков, у кого каркасик больше, тот сильнее, тот более выживателен, тот большей вероятностью победит соперника, завоюет территорию и более крупное животное, соответственно, с более лучшим каркасиком и с более развитой мускулатурой. Быстрее бежит, быстрее спасется, то есть эволюция поддерживала это. Соответственно, появляется в стадии животное, например, в стадии, в толпе, там, я не знаю, дикие боли в пятках, хорстагнем горят, извините. Хорошо, попробуем. И тогда, вот сбился немножко сейчас, в стадии появляются разные животные и есть, которые маленькие. И вот маленькие животные, им особенно туго, они такие смотрят, что рядом есть большие животные. И когда они видят, что рядом есть большие животные, они начинают испытывать вот это ощущение, что я такой, я, то есть с точки зрения эволюции там все просто. Этот меня победит, этот у меня отберет территорию, этот я недостаточно крепкий, недостаточно сильный, недостаточно мощный. И тогда у природы, у далеких наших предков появился некоторый механизм. Смотрите, суть его заключается в чем, этого механизма. Когда животное оказывается в ситуации, как на его территории появился, например, более мощный самец, там, или угроза какая-то, я недостаточно мощный, большой, не выиграю, не побежу, он больше меня, размером, силой, быстрее бегает, то тогда природа приготовила механизм, по которому этот сигнал может менять, соответственно, опорно-двигательный аппарат. Природа это придумала. Но так как кости, хрящи, суставы и так далее, это, ну, за исключением мышц, это достаточно такая плотная ткань, которая сразу не меняется. Вот слизистая, там, в кишечнике меняется, там, каждые, там, несколько дней, да, а вот кости меняются достаточно долго. И тогда природа предусмотрела хитрый способ для того, чтобы животное, которое вдруг чувствует себя маленьким, чтобы оно стало больше, природа предусмотрела такой интересный механизм. Вот хрящи и суставы, хрящи и кости сначала будут деградировать, то есть они будут истончаться, изъязвляться, уменьшаться, чтобы потом начать уплотняться, становиться тверже, становиться сильнее и даже где-то больше. Существуют еще одни природные механизмы, с помощью которого, там, кости и суставы могут расти, там, это уже гипофиз у нас руководит, но это отдельная история. Там, мужики такие, получается, да и женщины такие, получается, были у меня такие ребята. Вот. А тогда у животного кости и суставы становятся тверже, оно становится более выживательным. Ну, то есть это вот такой древний архаический механизм, который заложен в работе этой ткани. Вот. Что это значит для вас, уможаемые любители опорно-двигательного аппарата? Это значит, что для того, чтобы, как только вы, запомните это очень внимательно сейчас, все внимание, как только вы начинаете посылать во Вселенную сигнал, я недостаточно хороший, там, я не удался, как отец семейства, а вокруг меня все работники лучше, а вот, вот рядом с отцом, там, рядом с мамой, с папой, с братьями, я, там, чувствую себя полным ничтожеством, я не имею права позариться на эту должность. И вот вся вот эта вот штука, это и есть конфликт самообесценивания, который посылает сигнал в ваш древний мозг, вот этот вот подкорку, которая, собственно, отвечает за... Вы понимаете, да, что когда появился в природе опорно-двигательный аппарат у наших предков, тогда появился и центральный отдел, который этим руководит. Ну, то есть не может такого быть, что там, как в государстве, какая-нибудь служба появилась, а центрального аппарата нет, да? Ну, то есть всегда это параллельные процессы. Так вот, грубо говоря, в этот центральный аппарат вы присылаете сигнал, я недостаточно хорош, я недостаточно там, там, вот все, что я перечислил, да? Это и есть, грубо говоря, я не могу куда-то пойти часто вот для опорно-двигательного аппарата, я не могу это сделать. И тогда опорно-двигательный аппарат отвечает чем? Он верит тому, что с вами происходит, и он начинает кости, суставы, у костей, в костях начинается остеопороз, то есть они истончаются, там начинается их, они становятся легче, там, красный костный мозг деградирует. Кстати, конфликт самобесценивания, это не сегодняшняя тема про кровь, но вот красный костный мозг, который создает кровь, вот когда лейкозы, там, анемии, это одна из причин, это вот костный мозг, он деградирует. Вот если конфликт самобесценивания загонять, вот недавно была такая женщина, у которой ребенок попал в острый лейкоз, его там химии лечат, вот, и она нашла, что оказывается, как раз-таки вышла из конфликта самообесценивание, как был у нее некоторое время, и бабахнул лейкоз, но это отдельная тема. Значит, логика такая, как только вы находитесь в конфликте, как только вы посылаете сигналы внутрь вашего сознания бессознательного о том, что вы недостаточный какой-то, недостаточная, я плохая, нехорошая, там, не могу туда пойти, это мне не по зубам, это я сделать не могу, я же, я недостаточно женщина, ну, это всякое что угодно может быть, вот, конфликт самообесценивания. Тогда кости сустава начинают деградировать, изъязвляться, возникают артрозы, возникают всякие там, как с артрозы, вот тут пишут, и так далее, и так далее, вот все, что связано с деградацией ткани. Как только, в идеале, задуманной природой, как только вы заканчиваете это дело, вдруг решили, да и бог с ним, вот такой какой есть, на что-нибудь сгожусь, могу кайфовать и такой. И тогда, вот то, что происходило с костной тканью, переходит в фазу восстановления. Именно в фазе восстановления, в идеале, ткань должна становиться плотнее, ткани должно становиться больше, и ткань должна усилиться. То есть, кости должны стать сильнее. Вот в чем эволюционная задумка этой программы, зачем вам эти артрозы. И тогда у вас будут отеки, боли и тому подобное, но это уже восстановительная фаза. Это уже, точнее, вот так я покажу, это уже фаза восстановления. Боли, отеки и там воспаления все. Для опорно-двигательного аппарата это всегда фаза восстановления. Боли, отеки и там воспаления все. Продолжение следует...